Лев Барашков, биография, творчество, карьера, личная жизнь. Песня «Под крылом самолета» о чем-то поет, хит нескольких поколений, перепетый множеством певцов и музыкальных коллективов. Но первым исполнителем этой песни был Лев Барашков, российский деятель театра, кино и эстрады, замечательный артист и обаятельный человек. Детство Льва Барашкова Детство Льва Павловича Барашкова было связано с мечтой о небе и военной карьере. Он родился в Москве 4 декабря 1931 года в семье военного летчика Павла Николаевича и работницы авиаремонтных мастерских Анастасии Яковлевны Барашковых. Отец служил в Люберцах в Подмосковье, где и прошло детство маленького Левой. В те годы все мальчишки хотели стать летчиками, военными, но Лев глядя на отца, и тем более. Желание быть защитником своей родины было настолько велико, что вскоре после начала Великой Отечественной войны он решил стать сыном полка и тайком сбежал из дома. Добравшись до деревни Волосова под Подольском, где дислоцировались наши войска, Лев рассказал военным придуманную историю о том, что он бездомный сирота и попросился принять его в отряд. Ему поверили, вот уже когда проявился актерский талант. И даже стали подбирать форму маленького размера, но тут произошла осечка, совершенно случайно в рунишку узнал сослуживец Павла Николаевича. Отца Барашкова и беглеца вернули домой. В Люберцах Барашков учился в школе номер один, пел на концертах в доме офицеров. Окончив школу, Лев поступил в Калужский педагогический институт. Здесь помимо учебы у него появились и другие увлечения. Во-первых, футбол, в котором он достиг достаточно серьезных успехов и даже некоторое время играл в составе Калужского футбольного клуба «Локомотив». Во-вторых, театр он стал участником драматического кружка, которым руководил Зиновий Яковлевич Карагодский, молодой театральный режиссер, который вскоре возглавил Калининградский областной драматический театр, а позднее стал народным артистом РСФСР и профессором. Кафедры режиссуры в университетах Санкт-Петербурга и Новгорода. Когда Карагодского назначили руководителем Калининградского театра, он пригласил Льва Барашкова в свою труппу, и молодой человек целый год выступал на театральных подмостках, не имея профессионального образования. Вот тогда им было принято решение об актерской карьере и о переезде в Москву. Театральная и кинокарьера Льва Барашкова. В 1956 году Льв Барашков приехал в столицу, чтобы поступать в ГИТИС. Красивый, талантливый и обаятельный молодой человек без труда сдал экзамены и был принят на курс Андрея Александровича Гончарова, известного советского режиссера и педагога, впоследствии получившего звание народного артиста СССР. Когда Барашков закончил ГИТИС, его пригласил в свой коллектив Борис Иванович Равенских, главный режиссер Московского драматического театра имени Пушкина. На подмостках этого театра Льв Барашков играл в таких спектаклях, как «Петровка-38» по пьесе Юлиана Семенова «Поднятая цели на пол», роману Михаила Шолохова и других. Борисом Равенских также был поставлен музыкальный спектакль «Концерт», где Барашков исполнил две песни «Хотят ли русские войны» музыка Эдуарда Калмановского, слова Евгения Евтушенко и «А у нас во дворе» музыка Аркадия Островского, слова Льва Шанина. Так началась и эстрадно-певческая карьера Льва Барашкова. В 1959 году молодого актера пригласили сниматься в кино. Первым фильмом с участием Льва Барашкова стала кинокартина «Анушка», где он исполнил роль Саши Денисова, сына Анны Денисовой в исполнении. Блистательной Ирины Скопцевой также партнерами Барашкова по съемочной площадке были Борис Бабочкин, Ольга Аросева и другие известные актеры. А в 1960 году Барашков сыграл главную роль в музыкальной комедии «Девичья весна» режиссеры Вениамин Дорман и Генриха Ганесян. Веселый и непритязательный сюжет, танцевальный ансамбль «Девичья весна» пригласили выступить на Сармовском кораблестроительном заводе. И весь коллектив плывет на теплоходе в город Горький путь по реке, сопровождается репетициями и выступлениями перед пассажирами теплохода. В солистку ансамбля Галину Соболеву, которую сыграла Мира Кольцова, влюблен герой Льва Барашкова, молодой человек Володя Макев. Чтобы быть рядом с любимой, он готов на любые авантюры и проникнув на теплоход, напросился на кухню работать подсобным рабочим. Далее последовали роли в кинофильмах «Рожденные жить» 1960 «Им покоряется небо» и «Тишина» 1963 «Инспектор уголовного розыска». 1971 «Северный вариант» 1974 Это были роли второго плана, но в каждую из них актер вкладывал душу, играл своих героев талантливо и проникновенно. В кинокартине «Им покоряется небо» Барашков вернулся в свои детские мечты, исполнил роль летчика-испытателя, однако этот персонаж Не совсем положительный, за нарушение дисциплины он был отстранен до испытаний самолета. На съемках Барашков познакомился и подружился с летчиком-испытателем Игорем Кравцовым, который работал в качестве каскадера. Кроме актерской работы в кино, Барашков также записал несколько песен для кинофильмов «Тишина» 1963 «Песня на безымянной высоте» и «Неуловимые мстители» 1966 «Песня «Сатана». Вокальное творчество Льва Барашкова В конце 1960-х годов в профессиональной карьере Льва Барашкова произошел перелом, он ушел из театра, а позднее, в 70-х, и из кинематографа. И занялся вокальным творчеством на отечественной эстраде, отработав 10 лет, 1966-1976 в МОС-концерте. Некоторое время он был вокалистом в вокально-инструментальном ансамбле «Голубые гитары» под управлением Игоря Яковлевича Агранова. Этот ансамбль был создан в 1969 году при МОС-концерте и прославился тем, что стал кузницей кадров отечественного шоу-бизнеса. В нем в разное время выступали такие музыканты, как Роксана Бабаян, Айда Ведещева, Игорь Крутой, Вячеслав Малежик, Александр Малинин и многие другие. В составе ансамбля Барашков исполнял «Не жалею», «Не зову», «Не плачу», «Калинка», «Весеннее настроение» и другие песни. В эти же годы Барашков работал с ансамблем под управлением Елены Анатольевны Сваре. А в скором времени началась сольная карьера артиста, ознаменовавшейся сотрудничеством с такими знаменитыми авторами, как композитор. Александра Николаевна Пахмутовой поэты Николай Николаевич Добронравов и Сергей Тимофеевич Гребенников. В 1963 году, после поездки по заданию ЦКВ ЛКСМ Сибири, знакомство с трудностями романтикой жизни строителей, геологов, нефтяников, летчиков, Пахмутова, Добронравов и Гребенников написали вокальный цикл «Таежные звезды». Цикл состоит из 13 прекрасных песен, две из которых исполнил Лев Барашков «Та самая «Главная, ребята, сердцем не стареть» под крылом самолета и как сдавалась пурга. В том же году песня «Главная, ребята» была передана по всесоюзному радио и сразу завоевала огромную популярность. Именно Лев Барашков был первым ее исполнителем и многие люди старшего поколения говорят, что лучше него эту песню потом так никто не спел. Более того, песня стала визитной карточкой исполнителя, он опять таки вложил в нее свои детские романтические мечты о небе и о профессии летчика. Работа с Трио Пахмутова, Добронравов, Гребенников продолжилась и далее. В 60-70-е годы Барашков записал песни «Звезда рыбака» 1965. Последний пас 1965 «Трус не играет в хоккей» 1968, а вы знакомы с корабелами. 1971. И снова песня о летчиках «Обнимая небо» 1966. Есть одна у летчика мечта «Высота» премьера этой песни также принадлежит Льву. Барашкову и тоже является золотым хитом советской эстрады. Исполнял Лев Барашков песни и других авторов «Березовый сок», музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского, русская народная. Песня «Вдоль по Питерской», «Горячий лед», музыка Владимира Дмитриева, слова Геннадия Суханова, сережка с малой бронной, музыка. Андрея Шпая, слова Евгения Винокурова и многие другие. В 1972 году Барашков находился в Мюнхене на летних Олимпийских играх и его попросили спеть что-нибудь перед матчем советской сборной по водному полу. Артист исполнил песню «Госпожа удача» Булата Акуджавы и она принесла нашей команде победу. Барашков стал своеобразным талисманом спортсменов, его приглашали петь перед многими спортивными состязаниями. Деятельность Льва Барашкова после 1970-х годов Барашков был весьма популярным певцом в 1960-70-х годах, он ездил с гастролями по стране, снимался в телевизионных сборных праздничных концертах «Голубых огоньках» песни в его исполнении, крутили по радио. На фирме «Мелодия» вышло несколько грамм пластинок «Лев Барашков» 1968, 1973 и 1976 поют «Мария Лукач» и «Лев Барашков» 1972, главная «Ребята, сердцем не стареть» 1975 и дыре. Не имея профессионального музыкального образования он пел глубоко и проникновенно, покоряя своим мягким баритоном, а также внешней красотой и обаянием сердца зрителей и слушателей. Однако конкуренция порой бывает очень жестока и Лева Барашкова потеснили с большой эстрадной сцены, его песни стали петь другие, более известные и профессиональные исполнители. Тогда Барашков переключился на исполнение бардовских песен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Юрия Кукина, Юлия Кима, Александра Галича. Эти песни стали одушены для артиста, их исполнение и популяризации он посвятил все последующие годы своей жизни. В 1985-м Барашков работал над концертной программой «Наполним музыкой сердца», посвященной творчеству Юрия Визбора, а в 1996-м он выпустил диск «Спокойно, дружище, спокойно» с исполнением его же песен. Барашков вплоть до начала 2000-х гастролировал по стране с концертными программами, в которые он включал авторские песни выше названных бардов, а также различные песни прошлых лет. Последние записи исполнения Барашкова датируются 2001-м годом. После этого было выпущено еще несколько альбомов, сборников песен, спятых артистам в разные годы, звезды, которые не гаснут. Лев Барашков. Лучшие песни разных лет 2002. «Золотая коллекция ретро» и «Золотая мелодия. Дорога судьбы» 2005. Лев Барашков не был яркой звездой отечественного шоу-бизнеса, но тем не менее, запомнился людям искренностью и задушевностью своего творчества. Государство оценило деятельность артиста. В 1970 году Барашкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, также он был заслуженным артистом Краколпакской АССР. Жизненный путь артиста завершился 23 февраля 2011 года на 80-м году жизни. Похоронен Лев Барашков в Москве на Ваганьковском кладбище. Личная жизнь женой Льва Павловича Барашкова была Людмила Михайловна Барашкова в девичестве Бутенина. Она родилась 1 февраля 1937 года, закончила отделение народного танца в хореографическом училище при Большом театре, а затем актерский факультет театрального училища им. Щепкина, Людмила Бутенина Барашкова, актриса, балерина, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась в нескольких фильмах, танцевала в знаменитом хореографическом ансамбле «Березка». Супруги никогда не афишировали свою личную жизнь. Они поженились вскоре после съемок будущего мужа, в фильме им покоряется небо, а свидетелем на свадьбе был летчик-испытатель Игорь Кравцов. Известно, что у Барашковых есть дочь Анастасия.